Всем привет, это канал правильный выбор. Сегодня у меня на обзоре монитор Dell S2421HGF. Прежде чем начнем, предлагаю подписаться на канал и включить колокольчик. После просмотра вы сможете обсудить эту модель в комментариях, а также поставить лайк. А чтобы приобрести монитор по выгодным ценам вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Диагональ экрана 23,8 дюйма, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9, время отклика 1 мс, подсветка WLED матрица TN, глубина цвета 8 бит, частота обновления 144 герца, время отклика в 1 мс и частота обновления в 144 герца обеспечивают плавный непрерывный игровой процесс. Быстрое изменение цвета пикселей исключает размытость изображения и позволяет вам оставаться в центре событий. Наслаждайтесь четким детализированным изображением с разрешением Full HD, которое позволит вам полностью погрузиться в игру. Размеры монитора 53,7 см, ширину 32,1 см, высоту, толщина 6,5 см, вес 3,4 см, килограмма, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Благодаря новому выразительному дизайну монитор впечатляет не только своей производительностью, но и внешним видом. Трехсторонняя узкая рамка обеспечивает обширную активную область экрана, а уникальные вентиляционные отверстия на задней панели помогают поддерживать нормальную температуру системы даже во время интенсивной работы. Компактная и тонкая подставка с новой конической конструкцией позволит вам оставаться в самой гуще событий. Сертификация совместимости NVIDIA G-Sync Compatible и технология AMD FreeSync Premium обеспечивают максимально плавный игровой процесс, устраняя разрывы экрана и прерывистость изображения. Три пользовательских профиля предлагают еще больше возможностей для персонализации. Таймер, счетчик кадров и стабилизатор темных участков позволяют управлять всеми аспектами, от частоты кадров до яркости и теней. Новый джойстик и кнопки быстрого доступа, расположенные на задней панели монитора, обеспечивают простое управление экранными меню. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. Два HDMI версии 1.4, один дисплей-порт версии 1.2, один разъем для наушников. Я выделил достоинства и недостатки моделей и расскажу о них здесь. Сначала отрицательные. Предустановленная яркость высокая, поставил на 40%. Нет кабеля DP в коробке. Через дисплей-порт периодически отключался. На динамичных изображениях появляются вертикальные полосы. Матрица. Теперь перейдем к положительным. Отсутствие рамок. Строгий внешний вид. Отсутствие косяков матрицы. Хорошая конструкция подставки, ничего не шатается, стоит на столе уверенно. Регулировка по высоте. Приемлемая цена. 144 Гц. Довольно равномерная подсветка экрана. Надеюсь, обзор был полезен и вы напишите об этом в комментариях и поставите лайк. Напомню, что ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. До скорой встречи на канале Правильный выбор.